Продолжение следует... Непростая, ответственная. И сегодня мы на эту тему также поговорим. И назвали мы так. Будущее России... А что это такое? Это гармоничная личность, духовность, нравственность, социальная активность. Но поясню, что это не наше изобретение. Это слова из вновь создаваемого национального проекта. Это очень серьезно. А, наконец, наше государство в лице президента, а все национальные проекты... Это исключительно по инициативе президента. У нас их 11. Они все на федеральном собрании. Он докладывает. Это 12. Он так и называется. Я повторю, может быть, еще раз в программе. Я напомню, как он называется. Задача национального проекта. Воспитание гармонично развитой личности. Социально активной. С опорой на традиционные духовно-народственные ценности. Слово традиционные, это очень важная вещь у нас не прозвучало. Мы сейчас поговорим на эту тему. Возможно ли вообще сегодня предложить то, что сейчас модно говорить, дорожную карту. Потому что национальный проект – это документ. В том числе, извините, финансовый. Под который будут выделены средства. Какие-то проекты, направленные на. Вот на кого мы поговорим. С Александром Галановичем Ибрагимовым, исламоведом, кандидатом педагогических наук, ректором известного такого площадки, как клуб интеллектуальный «Школа здравого смысла» именно Заревского. И с кандидатом педагогических наук Дмитрий Алексеевич Сагалов. Он член изборского клуба, нам дружественного. Кстати, я напомню, что Преображенский клуб не передача, а сам клуб. Это такое неформальное объединение представителей различных московских клубов, в том числе и изборского, и сретенского, и московского, и богомоловского. Да, и еще нескольких. Вот, и «Школа здравого смысла». Где эксперты собираются, обсуждают будущее России особенно под, скажем так, в ракурсе духовных ценностей, духовно-нравственных. Потому что можно обсуждать экономику. Вот, ну, например, Андрей Владимирович Щербаков всегда говорит, что экономика не может быть безнравственной. Он возглавляет Институт социально-экономического прогнозирования имени Менделеева. Так вот, Дмитрий Иванович Менделеев, наш выдающийся химик, а на самом деле он назывался политэкономом. Он как раз и говорил, что невозможно экономика безнравственности. Ну, первый вопрос. Вот, предложение, вам как к экспертам. Предложение о формировании вот этого национального проекта было опубликовано 11 марта. Прошло больше месяца. Ну, каждый тут эксперт в своей скорлупе, в своем коконе живет. Я хочу вас спросить. Есть ли, по вашему мнению, попытки серьезного обсуждения, как к этому национальному проекту подойти? Потому что, в отличие от других, это я зрителям объясняю, что, во-первых, все национальные проекты – это сосредоточение на критически важных направлениях национального развития. Это наука, это образование, это молодежь, это транспорт, например, долголетие. Сейчас вот на федеральном собрании было объявлено о пяти новых. Там тоже много чего. Но они все измеряются. Например, транспорт. Там все можно померить, посчитать, отследить, промониторить. Они, кстати, отличаются от бюджетных каких-то программ. Так, что уровень прозрачности максимальный у национальных проектов. Здесь, не будем говорить плохого, ничего на сторону не может уйти. А что же делать? И вот есть ли какие-то намеки на то, что уже началось экспертное обсуждение? Потому что формальное поручение господина Мишусина и господина Кириенко – это очень высокий уровень. Они все равно должны опираться на экспертное мнение. А вещь очень серьезная. Мы здесь не со шпалами имеем дело, я утрирую железную дорогу, а с сознанием, причем с массовым, его-то измерить очень можно, но очень непросто. Тем более изменения в нем. Ну, я хочу сказать, что Славе Маяковску докладывают нам – работа будет сделана и делается уже. То есть, работа на самом деле делается. Мы вот с Дмитрием Алексеевичем в этом убедились на прошлой неделе. Слава Богу, заготовки были годами накопленные. Конечно. Это первое. Нас пригласили, это Государственный университет просвещения. И вот там наш замечательный историк, ученый наш, кстати, гость тоже нашего, неоднократно у нас в передаче принимал участие. Магдас Ариан Варданович, доктор исторических наук, профессор. Вот под его эгидой был собран круглый стол, и там пришли, на самом деле, очень сильный был состав. То есть, это люди-представители такой высокоакадемической науки и представители государственных структур, которые, на самом деле, хотели разобраться именно в этих самых критериях того, как определять в конечном итоге, что относится вот к этой части, а что не относится. Потому что либеральная среда, она же такая коварная и очень хитрая, и поэтому она пытается свои, так скажем так, да, ценностные какие-то ориентиры просунуть, в том числе, и в этот проект. И поэтому, когда там, я сейчас не помню фамилию, представитель депутата Государственной Думы, да, там рассказывал о том, как они в комиссиях работают, конечно, опасения очень большие именно в том плане, что вот эта вот изворотливая, хитрая, либеральная, значит, тусовка, она туда свое что-то привнесет. Но мне кажется, что общественность вообще-то стоит на страже во предварительности. На самом деле, вы совершенно правы, очень большая была предварительная подготовка, и сам указ, наверное, или вот это решение о создании вот такого национального проекта, оно же не на голом месте возникло. Мы называем так, интеллектуальный потенциал, который занимался традиционными ценностями, формулирование, понимание, что такое русский мир, цели и задачи национального развития, вылившиеся в том числе и в стратегии национальной безопасности, и в указе в 809-м об укреплении сохранения этих самых духовно-народственных ценностей, указ принят, вот его как раз трудности, возможности его исполнения, или найти какого-то крайнего исполнителя, они привели к тому, что надо выводить проблему на уровень национального проекта. Потому что там в рамках национального проекта можно объединить и государственные структуры... Кстати, Алистархов, директор института наследия, он здесь был, кстати, по поводу указа этого выступал, он был у вас на круглом столе? Ну да, он, причем был одним из ведущих на круглом столе. Но я хочу что-то сказать, у меня на самом деле оптимизм по этому поводу есть, почему? Потому что я понимаю, что, как бы сказать, ну и время подошло, видимо, и все равно другого пути у нас нет. Потому что если мы проиграем, все говорят, ну вот, надо нам добиться успехов на поле боя. Безусловно, на поле боя, да. Но если мы вот эту поляну проиграем, да, поляну воспитания... У Багдасаряна были одни интересные такие цифры, он привел, что у нас из тех, ну, статистика определенная была, статистический опрос проведен, из, грубо говоря, ну, из народа России в возрасте от 18 до 24 лет эту тему не поддержат процентов 60. И у него там прямо прозвучал такой тезис, что не придется ли нам в последующем себя от этой вот молодежи, грубо говоря, охранять и защищать, поскольку она растет и росла все вот эти вот годы в совершенно иной, скажем так, ценностной породине. И в этом есть проблема определенная. Поэтому здесь мы должны работать. Но я просто еще раз хочу сказать, что вот я увидел это... Это огромный потенциал людей, которые вот, наверное, последние 20 лет... Ну, вот я последние 20 лет этим занимаюсь. Я точно знаю, что Дмитрий Алексеевич этим занимаюсь тоже где-то. Последние 20 лет я постоянно, скажем так, на передовой этой борьбой. Я думаю, что все у нас получится. Другого года нет. Я хотел бы вот сказать, что начиная с 1996 года, когда я приехал в аспирантуру Российского государства университета фейш-культуры, спорта, молодежи и туризма, который, Борис Игоревич, мы вместе с вами заканчивали, я столкнулся с тем, что, значит, патриотическое воспитание, воспитание гармонично развитой личности, о которой сейчас, говорит, президент, ушло на второй план. Я поликую ремарку сделаю для зрителей. Гармонично развито – это не только интеллектуальное... Конечно. Не только книжки надо читать, но и быть человеком высокой физической культуры. Не только нормы ГТО, знаете, куда входит, кстати, метание гранаты. Нормы-то ГТО, как это называется, готов к труду и к чему? К обороне. К обороне. То есть, имеется в виду, это косвенно касается молодых людей призывного возраста. Они же должны не просто по принуждению в армию идти, а считать это своим священным долгом. Это разные вещи. И поэтому, Борис Игоревич, вот Александр Гару сказал, что я не занимаюсь давно. Да, с 96-го года. И вот понимание того, что страна потеряла те ценности, которые, значит, ее же саму и укрепляют, государственность в первую очередь, значит, оно заставило меня заниматься общественной деятельностью. Сначала в сфере спорта, затем широко, во всех сферах. И на сегодняшний день я, как эксперт из Борского клуба, как директор по развитию медиахолдинга «День», занимаюсь конкретно пропагандой традиционных ценностей. Значит, тот коллектив, о котором сейчас вот Александр Гарунович говорил, это и Вардан Иванович Багдасарян, и Владимир Владимирович Аристархов, это члены из Борского клуба. Это мощное, на сегодняшний день вынуждены признать и наши враги, и наши друзья, или, скажем так, соратники, и люди, которые, может быть, относятся к нам с нескольким таким соревновательным моментом, значит, в том числе и Соловьев с Первого канала, что это ведущая фабрика мысли, которая с 2012 года возглавляется Александром Андреевичем Прохановым, активно работает над этой задачей. И задачей создания фактической идеологии в нашей стране. Огромное количество проектов порождено. В том числе совсем недавно завершилась работа над мировоззренческим каноном, который как раз объединяет во главе с выдающимся... От изборских мультфильмов недавно. Философом Аверьянов, Виталий Владимирович. То есть это одна группа. Значит, у нас есть очень мощная команда, которая возглавляется писарем Сергеем Владимировичем, которая продвигает идеологию ковчега. Россия, но и в ковчег, которая уже носит планетарный характер. Как раз по сохранению тех самых традиционных духовно-народственных ценностей, которые продекларированы. На Россию сейчас, так называемое, мировое большинство, оно и сводит, как на ковчег спасения. Образно, если выразиться. Конечно. И, значит, конечно же, русская мечта. Это то, как видят наши граждане, наши выдающиеся мыслители, писатели. Будущее России и мира. Движение «Русская мечта» образовано в городе-герое Севастополе в 2022 году. Вот я являюсь секретарем этого движения. И я знаю, как в регионах активно люди откликаются. То есть сегодня, когда мы говорим о том, что все это было заранее подготовлено, конечно, вот эти труды, это, может быть, где-то и не поддерживалось государством в какие-то периоды. И, может быть, даже где-то это было вопреки. Но наши люди, сохраняя в себе традиционные ценности в своих сердцах, в своих уме, сохраняя те наработки, которые были в том числе хорошие в Советском Союзе, значит, они это донесли до сегодняшнего момента и могут передать. Вот я почему вспоминаю Российский государственный университет фишкультуры, спорта и туризма, как он назывался раньше, сейчас называется Российский университет спорта. Потому что это учреждение, которое полностью название было Государственный центральный орден Ленина имени Сталина, Институт физической культуры, был создан именно для... Моя мама именно в этом названии его заканчивала. Да, понимаете? Создан было именно для гармоничного развития и физического, и духовно-нравственного, но в том понимании, которое было тогда у Советского государства. Был создан в 1918 году. Еще только революция произошла. Понимаете, этот ВУЗ дал первый спецназ Великой Отечественной войны вместе с обществом Динамо. То есть воспитывали таких людей, это Амсбон, отдельная сандриковая бригада особого назначения, которая, извините, организовала все партизанское движение на оккупированных территориях. Это были герои все. Многие из них и получили звание Героя Советского Союза. То есть воспитывали такую молодежь, которая совершать подвиги могла и их совершала. Физическую культуру и спорт имеют огромное воспитательное значение, огромнейшее. И вот пренебрежение этим, выталкивание предмета этого в школе на какую-то периферию, пусть давайте наши дети английский язык учат и готовятся стать программистами. И готовятся бухгалтерами. А вот это все неправильно. Это очень опасно. Но я хочу сказать, что когда спорт рассматривался именно как только инструмент, физическая культура и спорта была инструментом, а идеология, вот эта духовно-нравственная составляющая, она была главным. Тогда, естественно, сейчас общество поменялось. И я хочу отметить те положительные моменты, которые можно сегодня уже зафиксировать. Мы говорим о том, что общество меняется. Да, значит, в прошлом году в учебные курсы высшего образования внедрен курс «Основы российской государственности». Это прекрасный курс, который... Здесь идет перевезенцев, автор учебника «Основы российской государственности». Проведено массовое повышение квалификации сотрудников профессионального состава всей высшей школы России. Это гигантский процесс организационный. Значит, проведены первые обучения первого курса в этом году. Сейчас готовится внедрение нового курса «История религии России». Занимается это Российская академия образования во главе с Васильевой, бывшим министром науки просвещения. И тоже это гигантский, серьезный вклад. Одна специалист, у нее диссертация написана по истории русской церкви от нулевого до революции. Вот это очень сложный период. Как раз перед патриаршеством, скажем так. И она собрала, она лично ведет это повышение квалификации, сама выступала перед нами. Значит, дело в том, что образованный человек не может сегодня, так сказать, не быть знакомым с основами традиционных религий. Причем всех, а не только своих. Всех, конечно. Для того, чтобы общаться, для того, чтобы понимать. И все снять все вот эти возможные, и, кстати, специально создаваемые противоречия между, так сказать, людьми разных вероисповеданий. Мы понимаем, что по этим, так сказать, стыкам, по этим взаимодействиям между народами, между религиями, и наши враги работают. И сегодня каждый образованный человек, имеющий высшее образование, на самом деле все граждане России должны иметь представление об этих религиях. И это первый шаг сделан. Нам надо вернуть понятие высшее образование на то место, на которое должно быть. Это философская составляющая. Это мировоззренческая составляющая. А не просто корочка, с которой ты можешь пойти, значит, работать в офис. Менеджером. Менеджером, да. И что ты делаешь? Я не против менеджеров. Я тоже не против. Пожалуйста, так сказать. Это тоже важно. Хорошо, когда они еще образованные, на самом деле. Человеку образованные. Человеку образованные. И они недалеки от истины. Почему такое? Откуда возникло это понятие? Потому что они с точки зрения как нравственной, понимание свое место в истории, цель, они ноль. Для них главное потребление, путешествие, наслаждение. То, что и воспитывает либеральная повестка. Вот мы это и, к сожалению, получили. Помните фильм «Собачье сердце»? Когда он говорит, и как смените вы нам, людям двоим с университетским образованием? Вот что вкладывалось в это университетское? Там их составы. Вот эта вот большая гуманитарно-философская составляющая, она-то и была частью. Чем отличался выпускник университета от, скажем так, ну, выпускника примесленного там учения, грубо говоря. Вот он этим и отличался. Да даже все-таки есть разница. Высшее образование как бы вообще, а университетское. Ну, я еще все-таки заканчивал все-таки гуманитарный все-таки факультет. Это обязательно. Сейчас многие жалуются, что на, скажем так, негуманитарных факультетах вот этот воспитательный процесс в университете куда-то ушел. Я сейчас не буду конкретно называть, чтобы никого не обидеть. Я бы еще хотел одну вещь заметить, что вот когда полемика о традиционных ценностях, о духовности, о нравственности велась там буквально еще 3-5 лет назад, тем более 10, ну, как-то ладно, вы там вот, ладно уж, ну, ладно, давайте, сейчас у нас президент с патриархом в хороших отношениях, вот давайте, пожалуйста, займитесь. Но когда началась специальная военная операция, все произошло вопреки. Народ стал воевать без идеологической обработки, за правду, воевать, значит, называя эту войну священной, практически сакральной смыслом, понимая, что они воюют с фашизмом. И сейчас чем кончилось? В 27 марта святейший патриарх, он у нас глава Всемирного Русского Народного Собора, и там выпустили текст, называется «Наказ». И там такие слова, что мы ведем национально-осводительную борьбу на Украине, что война, военные действия, вот так специально, это война священная. Это сразу вставая страна огромная. Мы воюем против коллективного Запада, который фактически является собой сатанинское учение. Слово «сатанизм» там было написано. Там еще ряд тезисов образования. Но вот в такой постановке вопроса на официальном уровне от лица русского народа патриарх московский «Всея Руси» Кирилл никогда такого не говорил. То есть мы стали называть вещи своими именами. Этот текст практически нигде не был разобран, прокомментирован, на него и практически не ссылаются. Но он есть. И никуда вы теперь от этого не денетесь. И с другой стороны, мусульмане сегодня говорят по поводу противостояния. Это же, я помню наизусть практически, когда президент Академии наук Чеченской республики, значит, Умаров. Джамбулат Вахитович. Джамбулат Вахитович, да. Сказал, кровавым дождем на линии соприкосновения смыты все инсинуации по поводу якобы традиционного противостояния мусульман и православных в России. Не было никогда. Там стычки выли, морду били и так далее. Но вот не было. И вот эти инсинуации все смыты. И сегодня вот то, что происходит, то, что они воюют с дьяволом, как Дайджанда, мы теперь знаем, как это звучит. И оказывается, что вот эти вот разговоры про ЛГБТ, про этот ужас на Западе, про изъятие детей на Северном Кавказе – это не то, что воскорбление, вызов. Они за оружие берутся и понимают, с кем они воюют. Они не воюют с украинским народом. Они понимают, с кем они воюют. Очень тяжелое, неприятное, кровавое. Но это вносит совершенно иной ракурс в полемику по поводу, а как же будет реализован этот национальный проект. Я думаю, это на кругом столе обязательно звучало. Но я не буду, чтобы конкретно в этой интерпретации. Но все же понимают контекст. Но контекст на самом деле понимают. Я вам честно скажу, что там многие из присутствующих, они вообще-то и принимают непосредственно участие. Но я имею в виду посредственно в тех событиях, которые там происходят. Там был Алексей Вайц, хороший мой товарищ и друг. Да, мы его знаем. Ну да, мы практически каждую неделю. Вот он есть сюда. Мы же хотели его тоже пригласить. Вы знаете, сюда он не смог приехать. Потому что он там. На самом деле люди, еще раз говорю, вот эта вот школа, большая школа гуманистическая, философская, общественная, скажем так, мысль, которая в России родилась. Стихийным образом, в виде клубов, интеллектуальных каких-то сообществ. Вот этого в какой-то степени, вот этих think tanks, как мы их называем на Западе. Здесь они возникали достаточно стихийно, но оказалось, что их работа была не зря. И вот когда назрел момент, на самом деле есть, что предложить. И я думаю, что к 1 июля, там же к 1 июля срок поставлен. Да, формально, да. 1 июля этот национальный проект будет принят, и он будет реализован. Ну, мы надеемся, что сейчас просто полемика внутри правительства и администрации, она идет под спудом. Потому что, все же понимают, 7 мая будет инаугурация. Правительство и администрации должны уйти в отставку. Потом как назначат, там не назначат. Поэтому есть некие нюансы. Но на среднем уровне работы я знаю, что ведется. И я тоже был на одном совещании. И меня спросили, а вот что вы можете по этому попуту сказать? Я сказал, очень просто. Мы имеем дело с массовым сознанием. Воспитание – это массовое сознание. А как мы можем воздействовать на массовое сознание? Только через средства массовой информации. Соответственно, должна быть создана общенациональная, просветительская. Ну, сейчас уже раньше телевизионный канал был, медиаплатформа. В наше время в то, не хочу сказать прямо, что Богом благословенный был, но тем не менее, самый лучший учебный телеканал был в Советском Союзе. Он так и назывался учебный. Работал на четвертой кнопке, как сейчас выражается. Потом были российские университеты. Потом их ополовинили. Вечером шло НТВ, днем российские университеты. Потом каким-то образом, не будем говорить каким, российские университеты ушли, типа в интернет. А весь канал стал, значит, вот НТВ. Это не проблема НТВ, это проблема регулирующих органов. То есть, образовательный формат, не просветительский все-таки, образовательный, он ушел вообще. Но образовательный – это распространение знаний в их, так сказать, номинале. Там нет смыслов. А формат, который говорит о воспитании гармонично развитой и социально активной личности с опорой нации – это смыслы. И вот это сегодня крайне важно. Если президент ставит задачу именно так, как некоторые мои коллеги говорят, наконец-то наше время пришло. Но оно как бы давно пришло. И то, что мы здесь беседуем на эту тему, и нас смотрят, и мы это делаем регулярно. Не только сегодня мы взяли эту тему. У нас все четыре года уже скоро. Мы эту тему четыре года, кстати, выходит рубрика. Это она здесь, на площадке «Вечерней Москвы». И актуальность ее, как бы, градус не снижается. Потому что вызовы все острее. А чтобы… Я вот предложил, допустим, поговорить о национальной медиаплатформе. Это основа, конечно, телеканал. Но там много всего, чтобы человек зашел и получил ответ. Это уже Багдасаряна, например. Это вы замучаетесь сказать в интернете. Да еще он не отреферирован, не фондирован, не сокращен, не предложена краткой версии, нет содержания, нет текста. Поэтому зрителя специально выбрасывают в этот огромный хаос интернета. Иди там, ну, найди что-нибудь. И нужен вот такой, не то, что навигатор поводырь, но сертифицированный ресурс в соответствии с традиционными ценностями предложит нашему обществу ту самую мечту или образ будущего. Это можно сделать. И, как вы сказали, и делается уже. Ну, дело активнее бы, да. И институализация нужна. И институализация, конечно. Я вот, ну, мы с Дмитрием Алексеевичем тоже на этой теме беседовали. Так получилось. Да, это хорошо, что энтузиасты, конечно, в свое время не бросили это дело и им занимались. Но мы же сами прекрасно понимаем, что в рамках такого государства, как Россия, как Российская Федерация, да, мощного, обширного, и территориально, скажем так, ресурсно, и людьми, и все богато. Реализовать такую программу без помощи государства, скажем так, или без опоры на государственный ресурс невозможно. В свое время мы с вами уже об этом говорили. В 1934 году была проведена реформа образования, сталинская, да? Да, факультеты исторические были установлены. Когда были в основном исторические факультеты, родная личь была внесена в школьную программу, география своего края была внесена там в школьную программу. То есть дети изначально росли в любви к этим горам, лесам, полям, рекам, озерам. У них возникало представление об огромности этой страны, да, там, о ее культуре. Это не супер какие-то были важные, скажем так, реформы. Но они привели к тому, что там за 7 лет, за вот этот короткий промежуток времени была подготовлена огромная плеяда русских ребят-патриотов, которые в конечном итоге потом в 1941 году и закрыли, в общем-то, страну, скажем так, этой фашистской чумы. Да, если вспомним подвиг подольских курсантов, если вспомним подвиг Александра Павлова, Зоя Космодемьянская, 17, там, 16-17 лет, ну что ли. Но они к этому были готовы, понимаете? Потому что сумели вот переформатировать эту систему. Если не будут внесены вот эти вот коррективы, такие четкие, ясные, понятные в систему, конечно, образования, дошкольного, школьного. Причем жесткой. Такой либерализм здесь не может быть. Высшая школа с привлечением, пускай, да, специалистов, уже некоторые из них там старенькие, как говорится, люди. Ну, вы же представляете, что может рассказать тот же самый Александр Андреевич, да, если ему предоставить трибуну. Он же говорит, он же мистик, он же, когда говорит, он завораживает, понимаете? То есть, и вот дать ему такую возможность... Сейчас на первом канале четыре серии исповеди. Очень редкий формат, когда человек один говорит и держит аудиторию. Это же потрясающе. В какое время? После нуля. Вот именно. Понимаете, это нужно показывать так, чтобы видела вся страна. Вот этот нюанс. И как раз вот вроде бы мы поворачиваемся в правильное направление, но еще не так. Андрей Андреевич не формат на коммерческом телевидении. Ну да, это мы знаем. Может, оно и к лучшему. Ну, я хотел бы вот добавить то, что Вардан Иванович Багдасарян, да, жестко выразил мысль, и она адекватно выражена, что сейчас уже приходит время не то, что мы, старшее поколение, должны защитить молодежь, а возможно, что нам предстоит от этой молодежи защищать страну. Это серьезнейшая задача, и то, что сейчас у нас вызов номер один – это СВО, да, так, но не менее сложный, а в перспективе более сложный вызов – это как раз молодежь и дети. Потому что страна фактически меняется на глазах, извините, грубо скажу, перепрошивается благодаря гаджетам, благодаря информационным всем вот этим системам сознания детей и молодежи, и бороться с этим традиционными методами, так сказать, распространением газет, даже телевидением невозможно. Молодежь не смотрит телевидение. Нужно подходить серьезнее. Платформенность решения. Да, нужно подходить совершенно на современном уровне. И, видимо, брать опыт в том числе и китайских товарищей, какие-то вещи просто запрещать. Должна быть цензура. Потому что и об этом говорилось на этом круглом столе. Что у нас цензура должна быть. Да, может быть, на первом этапе добровольная. Где-то мы начинаем формулировать это правильно. Потому что сейчас трудность, есть трудность. Это трудность в понятийном аппарате. Когда мы говорим о традиционных ценностях, это трудно. Трудность заключается в том, что не все, в том числе и чиновники, не вооружены. И там приводился пример, когда надо было запретить какое-то выступление. Ну, это на периферии спектакль поставили. И смотрите у него сам. Чиновник от культуры говорит, его типа голая пианина. Ну да, невозможно смотреть. А как запретить? А как запретить? Юридически. Формулировка нужна, чтобы этот беспредел, этот сатанизм. Извините, и там подняли вопрос как раз о том, что как нам сатанизм приравнять к экстремизму? Потому что вот этот весь... Ну, и президент говорит, что мы боремся с Западом как сатанистской цивилизацией. Сейчас патриарх это подтвердил. А мы этот сатанизм имеем у себя в стране и не можем его запретить, потому что у нас нет такого закона. Значит, и приходится придумывать какие-то способы, чтобы это иные. А они считают, я имею в виду подсуд, это как духовность. То есть, они говорят, вы же за духовные. А мы вам духовный фактор даем. Мы же не про потребление говорим, не про чего-то. В Америке церковь сатаны легализована, они идут в школы, там родители выступают, что там же, если ты церковь, религиозная организация, ты имеешь право в продленку, так называемую. Ты можешь после школы прийти и разговаривать с детьми. И вот сатанисты потребовали, чтобы их пустили, они с детьми про Бафомета разговаривают. Ужас, ужас, ужас. И да, действительно, они начали прибегать, а закон равный. Получается так, что нам навязали юридические концепции правовые определенные, либеральные, а теперь ими же против нас, против наших традиционных ценностей и воюют. Очень хитро и грамотно. Но это же старый сатанистский метод. Вы же знаете, как человек, который работает в этой системе уже давно, скажем. Кстати, одним из предложений в рамках этого национального проекта должно быть создание то, что мы называем института будущего. Потому, что у нас нет системы, структура, которая объединяла бы разрозненные клубы интеллектуалов, инициативы отдельных министерств, например, министерства просвещения, министерства обороны. Простите. Они первые забили тревогу в рамках вот этого форума, как называется, армия 22-21. Они там первые подняли вопрос. Да, Эльницкий. Эльницкий в том числе. Он начал заговорить о ментальных войне, о войнах теперь там у него теория развивается, очень интересно. Гибридные войны. Но на нашем круглом столе все понимают, что нельзя идти отраслевым методом, ни в средствах массовой информации, ни в образовании, ни в спорте, ни в культуре. И вот эта надструктура, предложение, которое там прозвучало, создать совет по возрождению, сохранению, защите противоборства и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей России. Вот четыре функции. Вот такой совет нужно создавать при президенте, потому что у нас государство первое лицо определяет все, указы подписаны президентом. Состав такого совета должны войти представители всех ведомств и те носители традиционной ценности продвигать. Без носителей традиционных ценностей невозможно. И это представители религии, представители тех общественных структур, которые все эти годы сохраняли культуры в первую очередь и представляли. Еще тут необходимо учесть следующее, что много раз уже говорилось и в этой студии тоже, что на повестке дня на столе, как мне это говорят, лежит вопрос о создании министерства правды. Это в кавычках. Что это? Это министерство информации и теле-радиовещания. У нас есть система выдачи лицензии средств массовой информации. Выдача-то у нас, скажем так, пожалуйста, свободная. Теле-радиовещание раньше регулировалось частотами. Сейчас частот нет, все в интернете вещают. Роскомнадзор, когда совсем откровенное безобразие, может повесить либо ярлыки на агента, либо запретить, если он нарушает закон о смете, разжигание международной войны, призывы к войне, может быть распространение каких-то гадостей, ЛГБТ-пропаганда и так далее. А если этого нет, если все делается хитро, фига, а то еще с двумя в кармане. У нас радиостанции известные были такие. Там они прокололись по другому поводу и закрыли. Ну, там учредители закрыли. Но контроля нет. И общество, оно уже начинает заявлять о своей беззащитности перед агрессивным поведением средств массовой формации, неизвестно кем финансируемых. Иногда даже, может быть, и легально. Но финансово-промышленные группы, которые владеют СМИ, они не занимаются ими. Они ведут себя безответственно. Вот поэтому этот совет там признал была функция как защита. То есть она защитно подразумевает в том числе и создание вот этих вот, ну, скажем так, контролирующих или цензурных форм, которые бы хотя бы выносили экспертное вот это вот решение относительно того. А является ли вот данное, что это явление, то, что способствует, да, там, укреплению, развитию, все, что связано с этим национальным, значит, там... Или оно разрушает его. Или оно разрушает его. И хотя бы на основании этого вердикта можно было бы выносить свои какие-то решения относительно того, делать это или не делать. Ну, как на Западе происходит. Значит, если какое-то СМИ ведет себя неправильно, то ассоциация рекламодателей прекращает просто его фигурсировать. Потому что, например, газеты, допустим, коммунистической печати в свое время, они датировались. И когда дотации прекратились из Советского Союза, вся эта система рухнула. Потому что доходов нет, им было запрещено там публиковать, значит, материалы. Помните скандал, когда несколько крупных рекламодателей отказались Илону Маску размещать рекламу вот в этой его, так сказать, бывшей Твиттера? Какой ужас. А там это в порядке вещей. То есть, на тебя вешается ярлык, экстремиста, фашиста, националиста, кого угодно. Если ты там с ЛГБТ-повесткой не дружишь. И все, рекламодатель, ему деваться некуда. Он перестает тебя финансировать. А что, в России нельзя так сделать? У нас вся реклама, посмотрите, кто рекламировал, это все полугосударственные учреждения или с государственным участием. Или аффилированные, или лояльные. Что, допустим, компании, которые сотовые связи, их у нас три. Они у нас с экрана не вылезают. Разве им не будет с точки зрения, значит, корпоративной этики и соответствующей капитализации? Если будет создано мнение, что вы вот это финансируете, зачем? Зачем это делать? Без коренной, я говорю, ломки вот этих вот всей работы на, будем называться своими именами, на агитационно-пропагандистическом уровне, безможенность использования и возврата старых каких-то хорошо зарекомендовавшихся систем. Без опять-таки, без цензуры, без этого совета, без национальной платформы. Это вот должно быть составляющая вещь, которая должна войти в национальный проект. Потому, что если они будут включены национальные проекты, они будут реализованы. У нас сегодня воспитание личности фактически вот этим решением президента выводится на уровень национальной безопасности. Если это так ставится вопрос, то у нас есть соцпакет, так называемый. Это 20 каналов, которые идут на всю страну. Там есть два канала достаточно спорных. Первый – это Муз-ТВ. Молодежь по ящику. Свою музыку уже не слушают. Он занимает дырку определенную в эфире, через которую можно было, например, там другими вещами заниматься. Или, например, ТВ-3 «Первый мистический». Я не против вот концепции канала. Я с точки зрения регулирующего органа. «Первый мистический». Там показываются иностранные фильмы. В основном американские. Канал принадлежит уважаемой структуре, которая у нас везде вот газ подает. Вопрос – а это зачем? Люблю цитировать нашего уважаемого друга Юрия Михайловича Полякова и его книжку, которая называется «Зачем вы деятели культуры?» Вот это зачем? И разговоров на эту тему, обратите внимание, нет. Вообще. То зачем существует тот или иной даже репертуарный театр, зачем существует та или иная киностудия частная глазом, скорее всего, получастная, радиостанция. Вот почему у нас в эфире прошло уже больше двух лет специальной военной операции, нет возможности регулярно транслировать соответствующий репертуар, патриотический, созданный авторами вот прям там, на эту тему, ну, какой-нибудь там, ну, шаман, ладно, значит, Цыганова, там, значит, Вика, там… Нет, ну, это только певцы, а там уже замечательные поэты, там писатели, там драматурги. А потому, что все коммерческое, и появление там любого, даже если редактор захочет, очень захочет, он не может этого сделать, потому что ему тут же рекламное агентство сделает что? Неустойку. С шестью нулями. И все. И поэтому все это блокировано. Вот многие телезрители то, что я сказал, слышат, наверное, первый раз. Даже там врагов народа-то нет среди моих коллег, которые верстают сетку. Все создано так. А вопрос, когда это создано? В 90-х годах. Кем создано? Нашими коллегами оттуда. И навязано нам, как чуждые нам правила. Сегодня радионяни нет, сказки у микрофона нет, спектакли у микрофона нет, все в метро ездят, слушают текст. И, как ни странно, они слушают аудиокниги. Ну да. Да, есть другие форматы. Но людей-то надо сориентировать, какие книги смотреть и какие не смотреть. Какие фильмы вам, так сказать, духовно-радостные ценности и консолидируют общество, которые вас разлагают, и которые не христианские, а антихристианские даже. Есть такой. Голливуд на этом собаку села не одну. Это людям очень надо сегодня. И именно специальная военная операция, она создает эти условия, вызовы. Почему либералы попрятались? Вот мы с вами разговариваем открыто, а у нас дискуссии не с кем вести, потому что они не хотят. Они, правда, уехали уже почти все. Вот. Ну и хорошо. А потому что стыдно. Получается, зачем вы, деятели культуры? Оказывается, они очень для этого были. Они для этого тусовались. А премии все друг к другу присуждали. Все хорошо. Делили бюджеты. Не, ну не все отлажено было вообще. Там грязи много. Тот же Поляков устроил скандал. Почему только этим давали возможность зарабатывать, переводя их тексты, не будем говорить о их качестве, на иностранном языке. Это же гонорары. И вот русская книга в известных европейских столицах, в магазинах продается за их авторством. За госсчет, переведенный на крупнейшие языки мира. Здорово. Ну ладно, это мы отвлеклись. Но тем не менее, это относится к будущему России. Где социальная активность, где духовность, где нравственность, где популяризация этого, где популяризация массовой физической культуры, коллега. Вы где-нибудь видели военно-технические и неолимпийские виды спорта, чтобы показывались у нас на коммерческих, спортивных каналах. Я создавал Семь ТВ, я прекрасно понимаю, что такое спортивное телевидение. Это невозможно по природе организации этих медиаресурсов. Они не плохие, не хорошие. Вот не надо, мы их не ругаем. Они просто другие. Государство должно финансировать, и не должно быть никакой зависимости от рекламодателей. То есть это совершенно понятно, это и есть государственная политика. И то, что вы говорите про телевидение, да, это очень-очень важно, но все-таки это, извините, 20 век. Нам нужно подходить серьезно, вот это слово платформа, его надо раскрыть и посмотреть, какие функции, какой функционал там может быть. Сегодня огромное количество молодежи в вузах. У нас есть проект, который ведет Сергей Владимирович Кивиенко, значит, это наше общество знания, которое возродили как бы советский опыт. Много чего советского можно взять, и это происходит. Как осталось общество знания для того, чтобы выйти вот в эту цифровую среду. Вот они никак не выйдут. Я вам, кстати, пример приведу. Вот возьмем литературное, неважно, старого, известного, классика или новое. Вот в чистом виде, вот оно есть, оно напечатано, книжка есть. Хорошо, даже аудиокнижка есть. Но, чтобы платформенность вот эту, я просто из зрителями объясню, ну, как я это думаю, может быть, я действительно ошибаюсь. Что значит платформа? Значит, мы должны аннотацию на эту книгу, правильную аннотацию, это очень тяжело написать, предложить, значит, краткое содержание, предложим заинтересовать, объяснить, зачем мы вам это рекомендуем, что это вам даст, какое место в современном или литературном процессе. То есть, предложить комплексную, извините, информационную услугу. И вот этим должно государство и заняться. Рынок этим заниматься не будет. Книги Проханова, по которым сейчас фильмы ставятся, они вот так вот не продвигаются. Они как бы сами куда-то там хотят продвигаться. Или Полякова, например, книги и его пьесы. Они только самотеком. И более того, еще среда, так называемая вот эта ливиальная среда, она отторгает. Критика-то она вся чья. У нас есть литературные критики, а литература ведов очень мало. То же самое и театроведам, и к киноведам относятся, и к музыковедам. Вот укорененные в этой традиции мы же обладаем просто космосом, вот это цивилизационным космосом, наследием великим культурным. И сейчас есть очень хорошие примеры. И с Донбассом связанные в том числе. И есть и национальные авторы, пишущие в национальных языках. И что, переводят? Никто их не переводит. Есть там, правда, иногда вопросы, но есть и шедевры. Но ими просто никто не занимается. Кроме литературной России, газеты там что-то они пытаются. И роман газеты. Но государство устранилось от этого. В советском мире такого не было. Не хочу сказать, что было очень все хорошо, но национальную литературу поддерживали. Да нет, в Советском Союзе ее еще как поддерживали. Я тут литовским своим друзьям как-то говорил. Я говорю, вот все хорошо у вас там, все замечательно. Где у вас, говорю, межилайтис? Да. Межилайтис опубликовали в Советском Союзе миллионы не сражали. Вся страна ее знала, понимаете? Вместе с Чурленицом, правда, тот не художе. Я же не говорю там про этих писателей наших, ну и поэтов. И Чингис Ванитуматов, и Расул Гамзатов, и как в казахской степени. В общем, еще раз говорю, без вмешательства государства в этот процесс, без коренной уломки, создавшейся существующую систему, без введения цензуры, без создания вот этой вот национальной платформы, нам их не одолеть. То есть, они хитрые, изворотливые, они знают, гады всегда делаются проще, чем что-то хорошее, понимаете? Но возлагать только на государство, ни в коем случае это нельзя. И это обсуждалось как раз на нашем круглом столе, что общественные палаты Российской Федерации, все общественные советы при органах исполнительной власти, которые есть, они все должны взять на себя функции, в том числе и цензуры, защиты традиционных ценностей. Если где-то это что-то вылазит, значит, это их вина, они не досмотрели, для этого они и существуют. И они объединяют все общественные инициативы. Я просто хочу сказать, что в нашей стране, когда государство где-то заснуло, народ нет, народ идет, потому что народ государственник. И так был создан изборский клуб, так было создано огромное количество других инициатив. И я вам скажу, что сейчас, например, вот буквально сейчас, вот начиная с 7 апреля, идет из Херсонеса крестный ход как раз до Соловков, извините, 5000 километров, который возглавляет наш очень близкий человек, Сергей Викторович Забурниягин. Который, этот крестный ход, это восстановление пешевелой дороги сквозь все наше государство, вот так поперек, от Херсонеса до Соловков, как развивалось наше христианство. Он уже прошел от нулевого километра до Соловков, теперь соединяет от Херсонеса сюда. Собрал команду мощную. И вот их путь крестный идет, посвященный нашей победе. Но нашей победе не только там, на СВО, потому что это частный случай, а победе здесь, внутри, в нашей стране. Вот то, о чем мы сейчас говорим, победе наших традиционных ценностей, чтобы наши граждане, каждый осознал свою ответственность, каждый свой вклад сделал. Как вот сегодня мы говорим об этом, значит, каждый должен на своем уровне, в каждом муниципалитете, именно с горящим сердцем. Если они что-то не знают, мы всегда подскажем. Для этого существуют наши площадки, как здесь Преображенский клуб, как Изборский клуб, как Медиахолдинг День, который, кстати, тоже двигается в направлении вот этой платформы. Я думаю, что нам нужно вместе объединиться и подумать, как это предложить государству. Но это не должно быть только государственное дело. Потому что может получиться чиновничий формат, и это умрет сразу же. Должно быть живое, должно быть с народом. Уже не умрет. Во-первых, этих клубов и площадок достаточно много. Как мы говорили, потенциал уже накопленный, существует. Его никуда не деть. Уровень полемики вышел на совершенно другой уровень. И заболтать, обозначить решение этого проекта уже не получится. Потому что даже на вопрос, а нужно ли создавать такой институт? Он что, огромные деньги стоит? Это как раз задача национального проекта. А разобраться с возможностью выйти на всю аудиторию нашей страны. У нас, кстати, есть два канала, которые не показывают рекламу. Только два по уставу. Это культура. Она делает свое дело. Познавательное. И общественное телевидение России. У него там свои проблемы. Но оно есть. И по идее оно должно заниматься как раз вопросами, связанными с ролью общества в оказании некого давления, в хорошем смысле, на принятие решений, в котором заинтересовано большинство. Не агрессивное меньшинство, а вот это русское, в хорошем смысле, в таком русском, в цивилизованном смысле, молчаливое большинство, которое молчит, но оно все прекрасно понимает. И замолчать не получится. И, собственно, задача вот сейчас интеллектуалов, которые этим занимаются, не то чтобы в период до 1 июля, как это написано, но и там дальше этот процесс будет развиваться, организовать и действенную полемику публичную, которая, собственно, и явит мнение общества по вопросам, которые там фигуруют. Ну, даже вот два пункта, которые мы сейчас назвали, это общенациональный ресурс, платформа, просветительская и институт. Ну, пожалуйста, ответьте, что вы по этому поводу думаете? Ах, вы считаете, не надо? Ну, тогда мы будем по-другому разговаривать. Или, если надо, то вот и начинается вот этот муторный достаточно процесс. Вот задача сегодня этот процесс дискуссии начать. И те вопросы, которые ставятся, они даже по своей постановке вопроса уже обязывают принять какое-то... На них надо реагировать. Вот увезти это под ковер не получится. И важно, что... Вот я часто говорю это, может быть, это какие-то высокие слова, но тем не менее. Люди свою жизнь сегодня на линии фронта отдают за правду. За будущее. Чтобы вот эта гадость оттуда не пришла сюда. И уже вопрос стоит. И Патриарх тоже об этом говорил. Или, или. У нас вариантов нет. А почему у нас на линии соприкосновения вариантов нет? А здесь, как вы правильно сказали, правду здесь и победу надо держать здесь. У нас какие-то возможные варианты. Вы же с ума сошли. Надо насаждать правильно в ВУЗах, чтобы все сдавали основы российских государств. Кто не сдал, до свидания. Александр Горос, если бы вы не сдали политэкономию капитализма, вы бы смогли дальше продолжать свое обучение? Нет. Там была не только политэкономия. Там еще была марсистско-ленинская философия. Был научный коммунизм. И была история КПСС. Еще научный атеизм, и научный коммунизм, как госэкзамен. Это целый корпус. Попробуй что-нибудь не так. Очень все было четко. А сейчас вот этот либерализм, конечно, он расхолаживает. А когда человеку предлагают наслаждаться, путешествовать, потреблять, я имею право, я достоин. А слово обязан? Нет. Ты должен как-то не просматриваться. Кстати, это очень важно. Просто вы подняли. Нужен не то, что перечень. Нужно просто установить, а что же являются ценностями традиционными. Помните, там, на Курсу, тут же мы там говорили. Ну, там семинации, да, формально. И вещи такие, которые на самом деле, а для русского человека что? А сострадание, да? Справедливость. А справедливость. Вот эти все понятия, да? Там, понимаете, совесть, там, стремление к правде. Вот это все составляет, да? Там основа вот этих всех ценностей. И поэтому, когда нам пытаются навязать все, что, типа того, что, ну, как это у Харари, да, там написано. Что такое счастье? Счастье-то не быть частью какого-то единого целого, да, или соучастие принимать в этом большом великом деле. А счастье – это, значит, там, безобразие нарушать и, значит, удовольствие получать. Ну, это такая... И каждый год пол менять. Да, философия утилитаризма, понятно, да, там, гедонизм, вот это вот все, то есть, то, что оттуда происходит, и, конечно, это... И бороться с этим очень сложно. Ну, вот, понимаете, все вот это разбивается, материалистический, скажем, подход к такому понятию, который в нашем народе очень хорошо укоренен – это достаток. Достаток, да. Вот достаток. Вот тебе чего-то не хватает. Часто привожу на это слово, да. Ну, а если... Читай сказку о рыбаке и рыбке. Да, о жилье-достатке, да. Кстати, нашим телезрителям не хочу вот обязательно таить, значит, что Пушкин-то у него еще один был эпизод. Чтобы долго не рассказывать, значит, приходит рыбак к рыбке, и моя старуха совсем с ума сошла, не хочет быть царицей, а хочет стать, это в черновиках сохраняется, папою римскую. Ау. И приходит старик, смотрит, ну, там все рыбка сделала. Вместо палац царских монастыр латинской монахи мессу правят, сидит наша старуха, на голове у нее тиара, на тиаре спица, на спице птица. Там столько аллегорий, что Александр Сергеевич испугался и снял этот эпизод. Вот. Он гений был. Да. Это к вопросу о традиционном, о нашей великой русской литературе, христоцентричной 19 века, о которой мы все забыли. Вот. И вот этот космос еще раз надо предложить. И я видел, как у людей загораются глаза. У них меняется. Просто, где они так останавливаются? А действительно, это же все наше. Это же мы. Это же вот-вот-вот-вот. Спасибо вам за этот разговор. Александр Городович, Дмитрий Алексеевич. Я думаю, что мы... Ну, может быть, я позволю себе даже лишним что-то говорить, потому что вы меня простите. Но мы у нас клуб. Поэтому ведущий тоже имеет право иногда что-то сказать. Надеюсь, мы обязательно продолжим этот разговор, потому что он настолько ложится точно в направлении деятельности клуба, разговор о будущем, вот этот проект. Ведь если назвать его одним словом, это проект просвещения. А если мы сейчас развернем... Нет времени, конечно. Развернуть полемику. А просвещение. Свет какой? От какого источника? Куда? И зачем он светит? Кстати, на фронтоне Московского университета, который напротив могилы неизвестного солдата, на фронтоне церкви Святой Татьяны, там написано «И свет Христов просвещает всех». Это, кстати, традиционная ценность. Спасибо вам за этот разговор. На этом мы завершаем нашу программу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся. Вот нас впереди ждут праздники замечательные. Так что я вас заранее не буду поздравлять, но увидимся уже после них. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч в программе «Приображенский клуб» на площадке сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва». Хотя еще не вечер, но до свидания. Всего вам доброго.